С 2012 года, как я начала заниматься политическими делами, на меня около 10 представлений, жалоб. Гульнара Жуаспаева, адвокат с 30-летним стажем, может лишиться рецензии. И это за два года до пенсии. Частное постановление в отношении Жуаспаева вынес Турксибский район и суд Алматы. Суд считает, что я разгласила материалы уголовного дела, что в интернете гуляют видео с аэропорта. И было неоднократно несколько, около шести, наверное, ходатаясь со стороны адвокатов защиты подсудимых, которые считали, что я разглашаю материалы дела. На что я в суде говорила, какие материалы дела, том лист дела, какой именно материал, какой документ я разгласила. Если вы имеете в виду видео, которое впервые появилось на канале Басе, а потом оно есть до сих пор, это видео в инстаграме Жумагильдиева Армана, то, наверное, вопрос к Басе и к Жумагильдиеву. Причем тут я. Частное постановление вынесено по следам резонансного процесса по январским событиям. После кровопролития 11 сотрудникам Комитета национальной безопасности предъявили обвинение в пытках 54-х человек, один из которых скончался от истязаний. Суд приговорил экс-офицеров спецслужбы к срокам от трех до пяти лет лишения свободы. Троим назначили условное наказание. Гульнара Жуаспаева представляла в этом деле интересы 15 потерпевших, которых пытали. До начала суда она давала интервью журналистам. После старта процесса судья сделала слушание закрытыми и посчитала высказывания адвоката до начала разбирательства нарушением. Судом установлено, что адвокатам Жуаспаевой ГР неоднократно публиковались сведения с дела, организованы пресс-конференции и давались интервью, сопровождавшиеся необъективными комментариями о поведении судьи и личной субъективной оценкой. Суд считает, что адвокат Жуаспаева ГР своими высказываниями и некорректным поведением на протяжении всего судебного разбирательства фактически проявила неуважение к суду, оказывая давление на суд и других участников процесса, тем самым подрывая доверие граждан, в частности своих доверителей к суду. Необходимо отметить, что скандализация правосудия считается одной из форм неуважения к суду в системе уголовного права. Адвокат оспаривает постановление. Подала апелляционную жалобу. 23 мая Алматинский городской суд приступил к рассмотрению жалобы. Заседание проходит за закрытыми дверями. Если городской суд посчитает, что адвокат допустил о нарушении, то окончательное решение по лицензии Жуаспаевой примет специальная комиссия при республиканской коллегии адвокатов. Жуаспаева считает, что частное постановление политически мотивировано. С 2011 года, с расстрела мирных граждан, нефтяников, я участвую по политическим делам. Начиная с 2012 года, когда начался процесс по нефтяникам, я полгода была в Жанозене. Я была в Ахтау в Жанозене. На этом процессе я участвовала во всех инстанциях, дошла до Верховного суда. Очень много дел я защищала гражданских активистов, лидеров, профсоюзных лидеров Ахтау защищаю. Гульжан Иргелееву, ее СМИ защищаю, митингующих защищаю. Очень много у меня политических дел. Я участвовала, когда повторно было рассмотрение дела по убийству Алтмебека Сарсимбаева. Ну, видимо, меня устранить как адвоката, наверное, нужно. Правозащитники отмечают, в делах с политической составляющей права адвокатов нередко нарушаются. Им отключают микрофоны во время заседаний, ограничивают их действия. Международные организации считают, что судебная власть в Казахстане зависит от исполнительной. Кандидатуру председателя Верховного суда представляет президент, избирает Сенат. Судьи областных, городских и районных судов назначают президент. В Конституции страны говорится, что судья при отправлении правосудия независим и подчиняются только закону.